Доброе утро! 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 и Иден. А у нас есть в России хотя бы один Си-Си, интересно? Мне кажется, наверняка есть. Си-Си Игоревич. Когда была известна песня Фаина Фаина. В тот момент было много Фаин. Да, вот но, кстати, говорят психологи, что вот если человеку не нравится свое имя, то, возможно, у него начинает падать самооценка. То есть оно вроде бы ну, живешь ты с ним, живешь, а потом оно тебе не нравится. Нет, ты же проходишь вот эту вот школу жизни школы. Как бы это ни звучало. Через это все. Мы понимаем, что ребятишки недостаточно острые. Ну, чувство юмора такое, там, специфика. Они подкалывают, подкалывают друг дружку. Если у тебя какое-то такое удивительное имя, то ты объект самых частых упоминаний там в классе. Я постоянно тыркаю, теребонькаю. Ты по этому поводу можешь вырасти злостным социопатом. Это может сказаться очень неправильно. Давайте прямо сейчас мы прочитаем, Женя, прогноз погоды. Но перед этим мы все-таки, Кристина нам прислала свою старую фамилию. Давайте мы же обещали, что мы заказываем. Хорошая фамилия. Доброхотова. Доброхотова. Очень хорошая фамилия. Кристина, ну что вы. Ну, конечно, брать фамилию мужа это правильно. Наверное, нам обманули нас, не Доброхотова. Ну что ж, прямо сейчас о том, какие сегодня сибирские морозы, расскажет Евгения Головина. Но морозы сегодня действительно сибирские. Минус 26 сегодня показывает столбик термометра утром. Днем воздух прогреется несущественно. И минус 18, обещают нам синоптики. К вечеру минус 26. Снова температура опустится. И будет достаточно холодно, поэтому потепление сегодня, по крайней мере, не прогнозируется и не ожидается. Ветер сегодня южный, что радует. 1-2 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Но что касается осадков, то осадков сегодня не ожидается. Спонсор прогноза погоды в новом утре Кухни Место. По-прежнему в силе. Индукционная плита и каменная столешница в подарок. Друзья мои, мне кажется, мы сделали одно небольшое упущение. Нет, нет, мы сейчас хотим рассказать про то, какие подарки сегодня мы подарим за ваши самые интересные сообщения. Да, если оттуда спросят, ты что, свечку держал? Он скажет, да. Не согрела, не согрела свечку держу. Свеча, Жень. Уже правда надо намочить палец. Это была свеча, да, поэтому я чувствовала тепло, но не могла понять, откуда она идет. О подарках, о подарках? Подарки. Сегодня у нас есть билеты в кинотеатр без скрепочки. Отлично. Без самого главного волшебного подарка. Но все равно стоит побороться за этот пресс. Да, я убеждена. И у нас есть вот такой замечательный сертификат краб-креветка. Ой, они вернулись. Они вернулись, да, и акция там по-прежнему продолжается. Закажите три ролла по цене двух, 218-09-18, номер телефона. Поэтому вот такой сегодня у нас будет сертификат разыгран. Давайте, ваши оригинальные имена, имена, которые вам нравятся или наоборот не нравятся, присылайте нам. Может быть, как вас в детстве дразнили. Я вот, например, со своим именем не помню. У меня все воспоминания связаны с сестрой, которая постоянно придумывала себе, что однажды она пришла из садика со словами «Мама, я знаю, что в нашей семье кого-то зовут прекрасным именем Евгения. Мама, можно так меня будут звать?» Ты сказала «Нет». Да. В тот момент я поняла, как прекрасно мое имя. Мне кажется, сейчас, в это же время, в другом конце города, сестра Евгения рассказывает те же самые истории. У меня старшая сестра есть, она когда из садика возвращалась, если она предлагала звать себя другими именами. Ребят, история очень интересная. Давай. Был он Иванов, и она до свадьбы тоже была Иванова. И при замужестве ей фамилию менять не пришлось. Счастливый конец. С точки зрения бюрократической волокиты и очередей в паспортном столе, это удобно. А почему не надо? Мне кажется, надо менять. Это же другая Иванова. Как другая? Так другая. Ну, а как ты придешь и скажешь, поменяйте мне, пожалуйста, Иванова на Иванова? Иванова на фамилию мужа. Я буду Евгения Иванов. Потому что, ведь, когда меняют фамилию, меняются же все документы, и потом люди будут говорить, вот, ты не меняла, значит, фамилию. Да, да, да. Посмотрели мультик, где лягушонок вмерз ножками в льдинку, и его надо было растопить? Нет. Лягушонка? Меня интересует сразу же вопрос. Подожди, подожди. Да, да, да. К чему ты это? Потому что этот мультик назывался Мария Мирабелла. А вот нам пишут, что доченьку вот наша зрительница назвала Мирабеллой, а сыночка Брониславом. Это не мультик, это польский или чешский, или чехословацкий фильм. Мультик фильм. Мультик фильм. Это как кто подставил кролика Роджера, только вот в советскую годину. Ну да, и там песенка еще была. Мария Мирабелла, тара-тара-тара-там. Мне кажется, иногда что... Сколько вам лет. Да, мы старенькие. Родители не задумываются, когда выбирают имя о том, что ребенка будут дразнить. Мы застали те времена, когда детей называли Евпатий. Нет, да, Евпатий. Не знаю, мне всегда нравится, когда фамилия меняется на другую фамилию, но есть какая-то логическая цепочка. Вот как вот сейчас. У меня до замужества была фамилия Сорокина, а теперь Лебедева. Все знакомы с миром, что сменила одну птичку на другую, более благородную. И мне моя фамилия нравится. Но самая классная история, это когда ты была Шилова, стала Мылова. Шилова на Мылова. Доброе утро. Мое имя Анжелика, мне оно очень нравится. Фамилия у меня из 14 букв. Досталась она мне от мужа. Я ей горжусь, потому что она от моего любимого мужа. Угадайте, какая фамилия? 14 букв? Нет, Анжелика не пишет нам. Повесила паузу такую. Давайте просто погадаем. Мне кажется, 14 букв это должно быть. Напишите еще 14 букв нам. Это ее же закономит. Насчет школы, жизни школы. У нас в параллельном классе учился парень. Его звали Шамиль. Как вы думаете? Да, я уже знаю фамилию. Шамиль Хлопотин. Вот и нет. Потому что его реальная фамилия была на одну букву, отличающаяся от фамилии тогдашнего губернатора. Хлопотин. То есть у нас был Шамиль Хлопотин. Я передаю тебе привет, Шамиль, если ты нас слышишь. Вот, Шамиль Хлопотин, действительно. Его дразнили как? Непонятно. Его дразнили? А вот это вот сложно, сложно. Не знаю, не знаю, честно. Это не так сложно, как сделать палатку. Ой, палатку. Палатку подземку. Давайте передадим. Палаткой. Василию Баранову, который, да, что-то для нас сегодня интересное приготовил из компакт-диска, между прочим. Из палатки. Из палатки. И старые компакт-диски могут на что-нибудь сгодиться, так что не спешите их выбрасывать. Я предлагаю диск превратить в фоторамку на магнитах. На распечатанном фотоснимке рисуем круг диаметром немного меньше, чем сам диск. И вырезаем его. Круглую фотографию универсальным клеем фиксируем на поверхности диска. Лучше всего на зеркальной его стороне. Пришло время из цветной бумаги вырезать дубликат диска. То есть нам нужен точно такой же по размеру круг. Пригодится вырезанный кружочек чуть позже, а пока с обратной стороны диска приклеиваем атласную ленту. Цвета могут быть абсолютно различными, но я решил остановить на двух. Уверен, что вы уже догадались, зачем я раньше вырезал вот этот кружочек. Он нужен, чтобы прикрыть это безобразие. Если вы так же, как и я, планируете подобную фоторамку хранить на холодильнике, то с обратной стороны нужно приклеить парочку магнитов. Если же висеть она будет на стене, то хватит и простой петельки. Рамочка завершена. Кстати, если с обратной стороны использовать светлую бумагу, то такую рамку можно еще и подписать, как открытку. Доброе утро. Мы продолжаем общаться и делать это с нашими гостями. Да, два Антона есть уже в студии, но надо пригласить вторую Евгению. Для баланса. Евгения Леонидовна Буланцева, руководитель ЗАГС Центрального района города Красноярска. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте вот сразу сходу, самое неожиданное имя, которое было зарегистрировано вот у нас на территории. Есть какое-то такое статистика? Я не могу вам сказать самое неожиданное, потому что к именоречению у нас сейчас родители подходят очень творчески. То есть все имена удивительные, как правило. Да, нет имен, которые были бы для нас уже неожиданными, потому что имена есть, очень разные, есть заимствованные имена, есть имена и святок, старинные, поэтому для кого-то оно необычное, для нас нет. Нет, а вот, ну, когда люди берут, имя подбирают под дату рождения, да, именины, что-то там из церковных календарей, это одно дело. А вот когда называют, например, героями комиксов, фильмов, Брэдов Питтов у нас нет, никто Брэдов. Вы знаете, у нас нет, все-таки я думаю, что грамки разумного существуют. Есть такое, слава богу. Рохматок любимых, да, рос блестящих. От лица тех детей, которых сейчас называют родители, хочется сказать большое вам спасибо, что вы у нас адекватные мамы и папы. А если, например, все-таки мне мое имя не нравится, можно ли его поменять и как это сделать? Да, любой гражданин, достигший возраста 14 лет, имеет право обратиться в органы. 14 лет, это без родительских подписей, это уже можно прийти самостоятельно? До 18 лет необходимо согласие обоих родителей, но это у нас уже гражданин, он имеет свой статус, поэтому он вправе выразить свое желание и может поменять свое собственное имя, фамилию и отчество на любое выбранное. А какие-то подготовить документы для этого необходимы? Что у тебя? Ну, прежде всего, да, документ, удостоверяющий личность, документы о его рождении, о семейном положении, если он состоит в браке, либо брак прекращен, о рождении детей, если имеются несовершеннолетние дети. Ну и нужно быть готовым к материальным затратам, потому что государственная пошлина оплачивается за перемену. На изготовление новых документов. Сколько это стоит? 1600 рублей государственная пошлина за перемену имени и за каждый новый документ, внесение изменений в документы по 350 рублей. Нужно быть готовым и к другим материальным и временным затратам, потому что это все влечет изменения правоустанавливающих документов. Я просто, у меня вопрос такой, вот мы, например, я взял кредит на имя Антона Сизых и стал, например, Игорем Николаевым, заменил документ. Как-то мне это поможет не платить кредит? Нет. Перемина фамилии не освобождает никаких обязательств из прежней жизни. То есть это информация где-то хранится. То есть это нужно, да, получается, квартиру переписывать, ну, в любую собственность, которая на тебя оформлена. Ну, тогда тебе 14, наверное, еще не так много чего придется Ну, нет, может быть, 19. Если ты, например, сын как губернатора, то, может быть, на тебя что-то там списывают где-нибудь в какой-нибудь области. Ты и знать не знаешь об этом. Ты, может быть, и знать не знаешь, а на тебе уже там дома на Канарах и там подобное. Ну, ладно. Много таких вот на данный момент времени, не знаю, может быть, за последний год людей, которых хотели поменять именно имя? Вот не фамилию в связи с тем, что замуж вышли, а именно имя, потому что, ну, не нравится. Не нравилось. Нет. Немного. Это немного. В принципе, имя у нас присваивается по обоюдному желанию родителей. Я думаю, что, ну, не очень-то этично. По отношению к родителям как-то именять. По отношению к родителям. И человек в определенный период жизни уже прожил с этим именем. Нет, крайне редко. Бывает, конечно, что-то считают у нас, занимаются номерологией. А бывает, что ребенку уже, например, полтора-два года, а его еще не назвали. Вот как-то там затягивают родители в принятии решений, спорят между собой. Нет, в честь нашего дедушки, назовем, нет, в честь нашего. И как-то вот... Вы знаете, не бывает, потому что у нас, в принципе, это связано с определенными материальными выплатами, да, тем же самыми имущественными, потому что практически не затягивает государственная регистрация рождения. А, свидетельство, чтобы получить, то должно быть имя. Нужна медицинская помощь, для этого нужны документы, поэтому нет. В графе имя назовем потом. Да. А много таких, которые при заключении брака, мужчин, которые берут фамилию жены? Тоже, наверное, какая-то статистика есть. Это тоже не в менталитете россиян. У нас, в принципе, существует общепринято замужество, женитьба, поэтому муж – это глава семьи, глава рода. Ну, так у нас положено, поэтому общие фамилии, конечно, избирают фамилию супруга. То есть даже при всем при том, что фамилия, ну, очевидно, менее красивая и менее звучащая, все равно берут фамилию мужа. А вот как мамин себя оставляет? Сибиряк, Салтыков, Щедрин через дефисы не делают так вот мужа? В этой ситуации присваивается обоюдная фамилия, то есть меняется и супругу на двойную, ну, точно так же и супруге. А бывали случаи в нашем городе такие? Бывали, да. Бывали случаи у вас. А, то есть, получается, невозможно жене взять двойную фамилию, а мужа оставить только его, а то должны оба взять ее. Да, оба. Мужской фамилии, ну, ты договоришься. Сизых головин. Да. Каково? Ну, нужно тогда переписывать. Можно, да? Нет, можно, мне кажется, во все документы ручкой просто подписать через дефис. И можно книги сразу писать с двойной фамилией? Как только у тебя появляется. Как красивые псевдонимы, да. Ну, а если, например, говорить о детях, то бывает такое, что, ну, допустим, если семья все-таки, мама оставила свою фамилию, папа оставил свою фамилию, все равно, наверное, детей чаще записывают на папину, какой бы она ни была, да? Конечно. На фамилию отца. Он глава семьи. И глава семьи, там и фамилия. Юридически вот какие-то есть нормативные акты, когда вот там спор, они, ну, действительно, родители между собой спорят, чью фамилию возьмет ребенок. Да, возможно, в этом случае, в принципе, согласие органов опеки и попечительства не достигнуло согласия по решению суда. А, то есть потом суд будет решать, чью фамилию будет носить ребенок. И нужно... Нет, мы говорим об имени или о фамилии? Об имени, да. Об имени, да нет, ну, вот о фамилии. Допустим, вот ситуация такая, что в семье, например, супруга категорически не хочет брать фамилию мужа, ну, не нравится ей, но хочет, чтобы ее ребенок носил ее фамилию, его фамилию. Да, они ругаются по этому поводу, и понятно, что долго они в браке-то не проживут, но ребенку-то вот каково, да, они не могут принять решение, но решение принять нужно. Согласие органов опеки и попечительства. Все, понятно. Все, теперь точно понятно. Мы все основные вопросы выяснили. Спасибо большое. Евгения Леонидовна Буланцева, руководитель ЗАГСа Центрального района, была в гостях у нас. Сейчас небольшая, короткая, полезная информация. Оставайтесь с нами, мы уже с нашими зрителями продолжим разговор на эту тему через пару минут. Срок платежа следующего у вас будет 11 числа следующего месяца. Вас устраивает? Алексею Постникову срочно понадобились деньги на ремонт машины, на которой он же и работает. У меня сломалась машина, по месту работы, работаю здесь недалеко. Проехал, заехал. Сумма нужна небольшая, быстро где-то перехватить не получилось. В банке это слишком долго. За 15 минут я здесь получил деньги. Через небольшой срок верну деньги, сделаю машину и все будет хорошо. Для тех, кому крайне необходима небольшая сумма денег, причем срочно, заем в кредитно-потребительском кооперативе, возможность быстро решить свою проблему. Беззалоговые займы оформляются за 10-15 минут. Из документов необходим только паспорт. Если же вам необходима крупная сумма денег, то тогда рассмотрите заем под залог. Мы проявляем индивидуальный подход каждому клиенту. С недавних пор у нас появилась система скидок. Для тех, кто берет заем не в первый раз и выплачивает вовремя, мы снижаем процентную ставку. Помимо займов, кредитный потребительский кооператив также предлагает приумножить свои накопления. Причем именно сейчас. Мы сохраняем процентные ставки по сбережениям граждан до 35% годовых. Поскольку ситуация на финансовом рынке показала, что данные ставки наиболее актуальны. Кредитный потребительский кооператив «Золотой круг». Выдача займов и прием сбережений. Звоните 205-09-14. Или приезжайте на Красноярский рабочий 88 и Металлургов 36. Это на сегодняшний день самая популярная модель ванны. Из стопроцентного акрила и за 10 тысяч рублей. Ванны по ценам 2014 года красноярцам предлагает одна из крупнейших сетей магазинов сантехники. Выбор моделей и размеров здесь без преувеличения огромный. Особой популярностью у нас пользуется ванна размером 165 сантиметров. Так как на сегодняшний день застройщики делают стандартные санузлы размером 150 на 170. И с учетом того, что люди начинают клеить кафель, ванная комната, соответственно, немного сужается. Тем самым размерный ряд 165 сантиметров на сегодняшний день самый актуальный. Всего представлено более сотни позиций ванн и поддонов. Есть и ванны длиной 175 сантиметров, которых, как говорится, днем с огнем не найдешь. Так что все, кому нужна ванная, возьмите на заметку. Ну а если вы планируете установить не только ванну, но и аромассажное оборудование, то сейчас тоже самое время. Сейчас у нас стартует акция. Любой наш покупатель может приобрести аэромассажное оборудование всего за 15 тысяч рублей. А до акции это оборудование стоило от 20 тысяч. К слову, выбор форсунок тоже внушительный. Под цвет золота, бронзы и металла. У нас огромный товарный запас на складе. Мы его покупали еще по старым ценам. На сегодняшний день мы можем предложить нашему покупателю огромное количество товара по ценам 2014 года. Подчеркнем, на сантехнику премиум класса также действуют докризисные цены. На врезные смесители и аксессуары под бронзу и золото. На шикарную мебель для ванны в классическом стиле. На люксовую ванну с гидро- и аэромассажем, с тропическим душем и телевизором. В том числе сейчас можно сэкономить около 7 тысяч рублей при покупке системы инсталляции, проще говоря, подвесного унитаза. Главная особенность этой модели, она крепится к полу и подходит для стен из гипсокартона. Словом, за всем, что нужно для ванной комнаты в Сан-Маркет на Краснодарскую 2А и Водопьянова 22. Сан-Маркет на Краснодарскую 2А и Водопьянова 22. Секунду, ясно сегодня. В Красноярске без осадков давление 770 миллиметров ртутного столба. Оставайтесь с программой «Новое утро». Говорим сегодня на тему «Мне не нравится моё имя». Прогноз погоды в новом утре представляет компания «Строительная керамика». Крупнейший поставщик российской и импортной строительной керамики в Красноярском крае и Республике Хакасия. Доброе утро всем. Доброе утро всем. Что помимо имени можно ещё говорить про фамилии, про которые можно, наверное, говорить вообще бесконечно. Я вспоминала мы с подругой, я в детстве ходила на концерт Ирины Аллегровой. Так, вот хорошая фамилия. Да. И она, я говорю, там был конферансье, такое забавно, значит, вышла, она говорит, конферансье крутой был. Я говорю, да нет, простой такой мужик был, обычный. То есть потом там мы определили, что речь шла об Игоре Крутом. Да. А я вот как-то так. И однажды у меня была история, когда женщину, мама говорит, ну, встретила знакомую. Говорю, мам, я встретила твою знакомую. Она говорит, чёрную, что ли? Я говорю, мам, ты чё, она белая? Я говорю, да нет, чёрная. Оказалось, что её фамилия чёрная, хотя она абсолютно белая блондинка. Представляете, вот так человек живёт. Ну, мне кажется, это есть фамилия Лысый. Хотя он волосатый. Хотя он волосатый, да. И наоборот. Да, и наоборот. Фамилия Мальчик, хотя она девочка. А бывает такие фамилии? Да, вполне. Петя Мальчик. Ольга. Петя Мальчик. Ольга Мальчик бывает. Ольга Мальчик. Да, давайте почитаем истории от наших зрителей. К сожалению, по техническим причинам не доходит вторая часть сообщений иногда. Никогда? Заключительно. Иногда. Иногда бывает такое. Но иногда это даже плюс, потому что... Пришла фамилия из 14 букв, в которой мы просили. Хорошая фамилия. Да, сейчас мы её прочтём. Допустим, вот о недошедших сообщениях. Моих дочерей зовут Стефания и Святослава, а фамилия наша Козы. А догадайтесь сами дальше. Покажите фамилию из 14 букв, в которой мы просили. Сейчас, сейчас. Только много сообщений. Я пока прочитаю сообщение. Несколько дней после того, как я родилась, меня звали Светой. Бабушка хотела назвать свою честь Зоей. В итоге брат дал мне имя. Интрига, потому что дальше сообщения нет. Да, там, наверное, подпись была Павел. Не, просто брат дал мне имя. Спасибо, брат. Да, брат. А, да? Ну, конечно, что здесь. Скрипальчикова. Вот они, загадочные 14 букв. Скрипальчикова? Да. Скрипальчикова? Да. Хорошая фамилия. Ну а что? Звучит очень лаконично, да. Когда ты думаешь, что фамилия из 14 букв, представляешь себе что-то более такое громоздкое. Вы просто не обмой гласный. Да. Мы в детстве с сестрой, а фамилия у нас Бобрик. Знакомым родителям рассказывали стишок. Два бобрёнка у бобра лучше всякого добра. И нам давали конфеты. Замечательно. Ну, хорошо, что не Полежка. Мне кажется, вот лидер по отчествам у нас точно определился. Мне нравится моё отчество Адамовна. Все сразу меня запоминают. Ева? Нет. И фамилии меняла. А в телефоне друзей всё равно и у всех Адамовна записана. И подпись Ирина. Ирина Адамовна. А мне вообще кажется, что да, с одной стороны, когда в детстве ты подвергаешься нападкам относительно своего необычного имени или не очень звучащей фамилии. Но зато, когда ты вырастаешь, ты потом такой один. Вот Ивановых, ну, их, давайте говорить откровенно, их много. И ты не запомнишься. Ну, вот Иванова, Иванова, да, сколько ещё таких? А если, допустим, у тебя какая-нибудь необычная фамилия, то тебя запомнят точно. По крайней мере, ты будешь такой один, и все будут плачать. Главное, с хорошей стороны. Я один раз был неделю Ратибором. Это как? Это зачем? То есть что это было? Это своё имя Ратибор. Ратибор, да. Ради чего? Ради Игоревичем я был. Ради проживания бесплатного. Было оформлено, ну, можно об этом говорить, наверное, уже. В своё время мы ездили летом на Шара, и там проживание в гостинице было оформлено на Ратибора Игоревича. Он не поехал, а я поехал вместо него. Я приехал и говорю, здрасте, я Ратибор, вот, и был Ратибором целую неделю. Картавил? Зачем закартавил? Ну, не знаю. В образ ходил, он не понимает. В образ ходил, он не понимает. Имя отчества, которое нужно картаво произносить. Ну, на самом деле, мы совсем скоро будем с Антоном прощаться, потому что Роман и Антон оставляют в студии Антона и Евгению, которые будут читать ваши смс и вручат через 30 минут подарки. Да, ну и наконец-то нам с Евгением можно будет уже нормально поговорить. Сесть, нам стулья можем поставить. Семечки принесем, ваши любимые. У нас теперь начинается серьезные полчаса уже на эту тему. Наконец, галстук поправь маленько. Серьезные полчаса на эту тему до 9.30. Оставайтесь с нами, говорим на тему. Мне не нравится мое имя. А завтра в 6.30 увидимся. На телеканале ТВК начнем просыпаться вместе с вами. Продолжаем разговор. Мы действительно продолжаем общаться вместе с вами на тему имен и их смены, если вдруг они не нравятся. Возможно, нас смотрят те люди, которым доводилось менять фамилию или менять имя. Что интереснее, чем менять фамилию, что происходит гораздо реже. Меня зовут Ксюша, фамилия Михайлова. В школе называли Миха или Михалыч. Понимаете, да? Я вот про себя рассказала. Ты когда-нибудь хотела поменять имя? Ну, может, когда тебя дразнили в детстве? Никогда не хотел. Вообще никогда? Мне даже не задумывался об этом, честно говорю. Не задумывался. Вот я прям не знал, какое имя может мне подойти. Хотя мне кажется, это чисто женская черта. Вот это вот, ой, а вдруг бы меня бы звали Света, Маша, Наташа или может какое-нибудь необычное имя. А для парней, наверное, да, не сильно важно. Да. Как тебя зовут? Зовут и слава богу. Да, действительно. Главное, приходи почаще. Так, давайте вот почитаем еще несколько сообщений. Меня зовут Робинзон. Я работаю в такси. И когда подъезжают, когда я подъезжаю на вызов, вот опять не дошло сообщения, но я уже понимаю, что люди удивляются. Робинзон человека зовут. Алло, вы где все? Ребят, вы отреагируйте. Человека зовут Робинзон. Все молчат. Все. Всем плевать. У всех Робинзонов куры не клюют. Мне реально всегда интересно, вот родители, о чем они в этот момент думали, когда они назвали ребенка Робинзоном. Но мне кажется, можно реально ребенку жизнь поломать. Но представь, что ты приходишь в садик, а тебе говорят Робинзон. И тебя начинают все дразнить, там, ерничать. Ой. Подколупывать. Еще, наверное, никто не знает. Ну ладно, бог с ним с садиком. Но в школе-то уже понимают, кто такой Робинзон и как-то... Ну, в старших классах. Пока до этого... То есть ты считаешь, что к этому моменту психика уже более-менее сформируется? Пока дойдет, это будет... Все будет не так ужасно. Пишет нам Настя, говорит, что ее зовут Настя. В детстве мне хотелось, чтобы меня звали Арина. Родилась дочь. Я назвала ее Ариша, ей 4 года, и она так же, как и сестра Евгений, каждый день придумывает себе новое имя. Иногда даже по нескольку имен за вечер она может поменять. Вот так вот. Едем дальше. Есть вот сообщение. Вчера был Татьянин день. У меня есть подруга Женя, но по паспорту она Таня. Я не поздравила ее. Какая она Таня, если 20 лет назад я уже узнала ее как Женю? Запутался? Действительно. Запутался? То есть она была Женей, потом стала Таней. Еще два... Когда-то там давно, да, она была с именем Татьяны. И в паспорте она Татьяна, но зовут ее Женя. И вот поздравлять, кстати, давай поздравим всех с прошедшим Татьяниным днем. Всех Татьян, да. Поздравляем, присоединяемся. Но если вас звали раньше Женя, то извините, поздравлять. Или сейчас, например, зовут Женя. Даже если в вашем паспорте написано Татьян, надо проверить свой паспорт. Мало ли чего у меня там написано. А я тут хожу и всем рассказываю. А у меня дочь зовут Евгения. Говорят, оно сейчас редкое имя. А сыну Ромочка Кристина нам написала. Но сейчас, может быть, и редкое. Но вот я росла, это было совсем не редкое имя. У меня было в группе в садике нас четверо, в школе пятеро, в институте пятеро. Причем три девочки, два мальчика. То есть имя-то универсальное. И как-то вот не заметила я никогда, что оно было редким. Кстати, кто-то пишет, что имя Евгении переводится благородный. Я думаю, что... Да, действительно, есть, бывают такие случаи, когда имя родители стараются придумывать, но забывают на секунду, что фамилия-то у их рода не такая уж звучащая. Допустим, вот как говорят наши коллеги, Аполлон Пупкин, допустим. Ну или вот, например, пришло сообщение, в группе моего сына ходит Илона Петухова. Илона Петухова. Нет, ну Илона, я бы не сказал, что это имя редкое и супер-мега-креативное. Илон достаточно много вокруг нас. Ну, наверное, да. Нет, просто в сочетании. Вот мне понравилось сочетание Лев-Леви фамилия. Фамилия Леви, назвали Лев, и вот такое прекрасное имя в сочетании. Не забывайте, пожалуйста, что мы говорим не только о каких-то смешных именах в сочетании с фамилиями, или о именах, которые не нравятся лично вам. Мы говорим еще и о том, что делать, если ваше имя не нравится вам. Допустим, ну какие методы есть воздействия на окружающих, если вас дразнят, допустим, если вы учите в школе университета. Ким, я знаю только один метод, но он не очень правильный и хороший, особенно в детстве. Например? Если тебя дразнят, ну как, обычно дети сразу в драку лезут, наверное. Что это за деть, Женя? Ну или плачут. Это вот на вас влияет ваше городское воспитание. Мы, деревенские дети, никогда так не делали. Хорошо, что вы делали маленькие, когда тебя дразнили? Что ты делал? Мы не лезли в драку. Что ты делал? Мы убегали и плакали. Нет, конечно, я шучу. Да нет, до драк вообще очень редко доходило. Вот, смотрите, есть такой совет школьникам, допустим, или тем, кто учится где-то, работает в коллективе в таком, который еще не вырос мозгами своими. Можно, конечно, поговорить с ребятами, попросить называть себя каким-то именем, которое нравится лично вам. Ну, естественно, ребята вряд ли отреагируют. Можно выяснять отношения с обидчиками, что делает Евгения, делала, наверное, это уж кому как нравится. Но на будущее, если вам что-то в себе не будет нравиться, то это автоматически не будет нравиться окружающим. То есть, если тебе не нравится твое имя, то и окружающим оно тоже не нравится. Главное им дать понять, что оно вам тоже действительно не нравится. Вот он тебя обозвал там как-нибудь, и ты говоришь, да, действительно, слушай, ты прав. И все. А вот мне интересно, как это происходит на практике. Допустим, манное количество лет я жила, меня звали Евгения. И, например, завтра приду я в коллектив и скажу, ребят, ну, так и так, не хочу больше быть Евгением, хочу я быть теперь, ну, не знаю, давай условно возьмем, хочу я теперь быть Натальей. Наталья. Да, и как это будет происходить? То есть, мне каждый раз нужно будет тебя поправлять, Антон, я не Женя, я Наташа. Я думаю, что тебе нужно будет вместе с именем менять и работу тоже. А лучше еще и город проживания, возможно, даже страну. Ну, страну, может быть, нет, но, наверное, если ты остаешься в том же коллективе, невозможно сменить имя. Ну как, ты в новое место, ты пришел, ты сразу представился, тебя начали воспринимать Наташа, Света, как угодно. А здесь, мне кажется, просто овиска покрутят в лучшем случае. Да, действительно так. Мы продолжим говорить на эту тему через пару минут. Прямо сейчас сюжет про ипотеку. Ольга Добриденко выясняла, какие сейчас ставки в различных банках города Красноярска. По данным информагентств, в декабре средняя ставка выросла на 0,03% и составляет теперь 12,37%. Посмотрим, какие условия предлагают банки. В банке Енисей по программе ипотека с гарантией максимальный срок кредита 30 лет. Выдается от 11% годовых. Средний ежемесячный платеж – 18-20 тысяч рублей. Молодые семьи могут первоначально заплатить 5%, тогда как обычные заемщики – 10%. Похожие условия у Азиатско-Тихоокеанского банка. На их сайте сообщается, что максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. Первоначальный взнос – 10% в срок до 30 лет. Банк Югра – тот же размер первоначального взноса. Процентная ставка ниже – от 9,10 годовых. Срок кредитования – 30 лет. Росбанк ипотечный кредит – стандартный. Максимальная сумма кредита – 30 миллионов рублей. В три раза больше, чем у предыдущих банков. А срок меньше, чем у них на 5 лет и составляет 25 лет. Процентная ставка фиксированная – от 18,80%. ВТБ-24 на покупку готового жилья устанавливает ставку 15,95%. Первый взнос – 20%. Размер кредита – до 8 миллионов рублей. Срок – 30 лет. В банке Кедр сможете взять максимум 8 миллионов рублей на срок до 25 лет. Процентная ставка – от 13,35. Минимальный взнос – 20% от стоимости квартиры. Райфайзен – максимальная сумма кредита – 26 миллионов рублей. Первоначальный взнос – 25%. Ставка – 16,5% на срок до 25 лет. Сравним результаты. Самая низкая процентная ставка среди вышеперечисленных у банка Югра – 9,10%. Самый большой размер кредита – 30 миллионов рублей у Росбанка. Самый низкий первоначальный взнос – 5% для молодой семьи у банка Енисей. Самый большой срок кредитования – 30 лет. У банков Югра – ВТБ-24, Енисей – Азиатско-Тихоокеанский банк. Эксперты советуют в кризис выбирать рублевый ипотечный кредит и оформлять на максимально длинный срок с минимальным первым взносом. Плюс с возможностью досрочного погашения. При этом специалисты отмечают, что в этом году выдача ипотеки может сократиться в 2,5 раза, если не будет поддержки со стороны правительства и Центробанка. Поэтому тем, кто решил оформить ипотеку, стоит поторопиться. Так вот, говорим мы сегодня на тему «Мне не нравится мое имя» и как вариант, если, допустим, речь идет о ребенке, психологи советуют называть ребенка, либо просить взрослого, чтобы его называли другие, своим же именем, только ласковым его вариантом, уменьшительно ласкательным. Вот, допустим, есть у нас два парня, которые нам могут сейчас помочь. Выходите, ребят, сюда. Есть игра, формирующая у детей... Кто эти люди? Формирующая у детей, которым свое имя не нравится. Наоборот, вот то чувство, чтобы оно тебе понравилось. Смотрите, да, вот, вышел к нам один мальчик из детского сада, второй. Женя, ты будешь третий. Мальчик? Да. Хорошо. Будешь третий мальчик, хорошо. Я выхожу в центр. Эта игра заключается в том, что вам, каждому теперь, нужно придумать по какому-нибудь другому варианту моего имени. И я потом выбираю, какой мне больше понравился. В смысле, твое только уменьшительно ласкательное? Ну, как Антошка. Любое вообще там по-другому как-нибудь. Давай. Антошечка. Анторка. Анторка. Анторка, хорошо. Антосюля. Антосюля. И дальше я еще должна придумать. Да, да, да. Антошка. Антуан. Антик. Антик. Антюня. Антуша. Ан-124. Мне больше всего понравилось. Антик Роман побеждает. Все, ребят, спасибо большое. До свидания. Вот такая игра. Хорошая игра, между прочим. Чтобы ребенка приучить к своему имени. Да, ребенок приучается действительно к своему имени. Или потом его могут так звать его одногруппники, классники и так далее. Забавное сообщение пришло. Назвать второго ребенка дается право старшему. Как раз мне имя выбрала старшая сестра. Родители хотели назвать меня Егором, но сестра почему-то думала, что если меня будут звать так, в смысле Егор, то я буду чернокожим и с кудрявой головой. Поэтому сестра назвала Алексей. Сестра решила, что если назвать мальчика Егор, то он будет чернокожим и с кудрявой головой. Где связь? Пока не ясно. Я думаю, что она смотрелась в каких-то фильмах. Кстати, у меня так же было. Меня назвал папа, а я назвала младшую сестру. Мама очень возмущалась, почему ей право так и не дали кого-нибудь назвать. Так, врачи уникальные люди, пишет нам, Лена, я вызываю пациентов по фамилии. Не следующий, а там Иваново. Результаты выдаю тоже. И вот 10 лет назад попалась мне карточка с фамилией Лох. Чтобы не смущать пациента, я вышла и обратилась по имени-отчеству. Извинилась, что очень сложная фамилия, трудочитаемая. Встали две девушки, но одна улыбнулась и сказала спасибо. А вот пришло сообщение, что девушка была до замужества по фамилии Ли, а после стала Лю. Ли и Лю? Это в России происходило? Не знаю. СМС-ка пришла нам, так что вполне возможно, что в России. Но тем не менее, была Ли, стала Лю, да. Вот Марина пишет, что по мужу она сейчас Вильде. Вильде. Красиво, да? Мужу раньше говорила, что я вышла за него только из-за фамилии. Вот только во всех организациях приходится всегда проговаривать по буквам. Но Марина это любит. Сообщение. Мою маму зовут Мария Теодоровна. Сыну два с половиной года, он ее зовет Теодоровна. А соседка забыла отчество мамы и сказала Мефодиевна. Мефодиевна? Да, Теодоровну она назвала Мефодиевна. То есть Теодор и Мефодиев, соседки, это что-то примерно... Нет, это просто, понимаешь, есть какое-то странное имя такое, не совсем знакомое, не совсем на слуху. И тогда она быстро вспомнила, какое ей помнится из незнакомых и не на слуху, и решила, что это будет... Пусть будет Мефодий. У меня до замужества, пишет нам Милан, вы сейчас можете не поверить, фамилия была 17. Что такое 17? 17 лет, пишет дальше она. И учитель по истории всегда писал меня цифрами в журнале. Нормально. Сейчас у Миланы фамилия Браун. Иногда, мне кажется, девушки могут только, как вот правильно там, ты сейчас сообщение прочитал, только за фамилию выйти замуж. Смотри, сообщение, у нас в институте были две девочки, пшеничная и столичная, их звали Бутылочки. Бутылочки, действительно. И еще одна одесскую фамилию, дальше, внимание, Архенева Лакота, Дефис Черепень, Дефис Деликовский. Три слова. Я не буду повторять это, но это очень сложно. Мне кажется, что вот таких тоже, наверное, вызывают по имени. Да, вот видите, мы сейчас ушли опять в дебри интересных и необычных фамилий и имен. Но все-таки, если вам ваше имя не нравится, что вы предпринимаете с этим? Какие есть способы? Я все пытаюсь как-то вернуться на этот путь. Вот смотри, мне нравятся еще вот эти ситуации. Мужики, выходите из контакта, когда уходите из дома. Пишет нам Антон Тарасов. Зовут меня Юля. Раньше мне не нравилась своя девичья фамилия. Алла Манкина. Но когда я работал на заводе, у нас был мужик с фамилией Пидюра. И тогда я поняла, что моя фамилия не так уж ужасна. И выйдя замуж, я взяла фамилию мужа, теперь я Тарасова. Антон, почему ты не допускаешь, что Антона звали так раньше? Теперь просто Антона зовут Юля. Ну тоже же вариант. Быть того не может. Полезная информация прямо сейчас в нашей программе. Оставайтесь с нами. Срок платежа следующего у вас будет 11-го числа следующего месяца. Вас устраивает? Да. Алексею Постникову срочно понадобились деньги на ремонт машины, на которой он же и работает. У меня сломалась машина. По месту работы работаю здесь недалеко. Проехал, заехал. Сумма нужна небольшая. Быстро где-то перехватить не получилось. В банке это слишком долго. За 15 минут я здесь получил деньги. Через небольшой срок верну деньги, сделаю машину и все будет хорошо. Для тех, кому крайне необходима небольшая сумма денег, причем срочно, заем в кредитно-потребительском кооперативе – возможность быстро решить свою проблему. Беззалоговые займы оформляются за 10-15 минут. Из документов необходим только паспорт. Если же вам необходима крупная сумма денег, то тогда рассмотрите заем под залог – имущество или земельного участка, а также автомобиля с правом пользования и без него. Мы проявляем индивидуальный подход каждому клиенту. С недавних пор у нас появилась система скидок. Для тех, кто берет заем не в первый раз и выплачивает вовремя, мы снижаем процентную ставку. Помимо займов, кредитный потребительский кооператив также предлагает приумножить свои накопления, причем именно сейчас. Мы сохраняем процентные ставки по сбережениям граждан до 35% годовых, поскольку ситуация на финансовом рынке показала, что данные ставки наиболее актуальны. Кредитный потребительский кооператив «Золотой круг». Выдача займов и прием сбережений. Звоните 205-09-14. Или приезжайте на Красноярский рабочий 88 и Металлургов 36. Доброго вам и морозного утра. Минус 25 градусов прямо сейчас за окном в Красноярске днем. Я надеюсь всей душой, что будет минус 18, как и пророчат нам синоптики на сегодня. Вечером будет минус 26 градусов. Ветер южный минус... Нет, подождите. У ветра не может быть минуса. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Вот, действительно, такая скорость у него сегодня. Ясно в Красноярске будет в этот понедельник давление на отметке 770 миллиметров ртутного столба. Прогноз погоды в Новомутре представляет компания «Строительная керамика». Крупнейший поставщик российской и импортной строительной керамики в Красноярском крае и Республике Хакасия. Зашел разговор, который не мог не зайти. Это, скажем так, сценические псевдонимы тех людей, которых мы видим по телевизору очень часто. Вот все, я думаю, уже знают, что Валерию зовут не Валерия, а Алла Юрьевна, да, ее зовут. Валерию Гай Германику зовут тоже не Валерия Гай Германика. Ее зовут Валерия, но она Тудинская, вот такая. И спорили мы, спорили, и тут возник в нашей памяти Богдан Титамир. Так. Богдан Титамир, абсолютно все свое у него. Богдан Петрович Титамир, рожден в семье Петра Ивановича Титамира. Вот так вот. А вот сейчас, внимание, Ирина Аллегрова, настоящее имя Инесса Климчук. Инесса Климчук? Инесса Климчук с песней «Угонщица». Да-да-да. Сейчас еще, я, кстати, ну, на самом деле, наверное, кому, как ни звездам, нужны вот эти благозвучные имена. Есть еще вот Томас Нойверт. Это его настоящее имя. Но, видимо, Томас посчитал, что благозвучнее все-таки будет звучать Кончита Верст. Ну да. Жасмин. Настоящее имя Сара Монахимова. В первом браке Семендуева, во втором Шор. Сара Монахимова? Представляешь. А кто она по национальности? Ну, я думаю, что, наверное, еврейка. Сара? Хорошо. Давайте теперь... Глюкоза. Настоящее имя Наташи Ионов, пожалуйста. Не, Наташу-то, конечно. Но здесь понятно, да. Вот, например, Лариса Долина, на самом деле, Мячинская ее фамилия настоящая. Что такое еще из таких необычных елк? Елизавета Вальдемаровна. Елизавета, понятно. Аня Лорак, Каролина Куек. Это тоже ясно. Так. И какой-то, ну, понятно, Королева Наталья Порывай. Это тоже, наверное, всем известно. В общем, наверное, именно вот эти вот неблагозвучные имена свои. Представляете, вот к вопросу о том, как мне называться Натальей в Москву, в шоу-бизнес. А тогда как угодно. Хоть цветочком назовусь. Примут, может быть. Мария Федоровна пишет нам, что мы, ведущие, уже два раза мою фамилию в эфире называли с ошибкой. Ну, и за всю жизнь у Марии лишь трое человек мою фамилию с первого раза назвали. Это учитель истории в школе, преподаватель в университете и врач. Все. Мария Параскевопуло. 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 Мария, я надеюсь, что было правильно. Мария у вас даже была победителем несколько раз, я помню. Смотри, у нас в классе учился мальчик с фамилией, я сейчас могу неправильно сказать ударение, заранее извиняюсь, Кристо Воздвиженский. 19 букв. В журнале его фамилия не помещалась в отведенное поле и заходила еще на три клеточки. Поэтому первых три урока его никогда не спрашивали. Вот повезло, а почему так? Вот оно, вот оно, залог того, чтобы тебя никогда не вызывали к доске. У тебя должно быть необычное какое-нибудь имя. Подлиннее. Или очень-очень сложное. Светлана Девушкина пишет, когда я говорю свою фамилию, часто слышу в ответ, я вижу, что вы девушка. Вот так вот. А у меня, кстати, я с этим сталкивалась, когда я звонила и говорила Женя, и не сразу понимали, какой Женя мне говорили. Какой Женя? Какой Женя. Или да, у меня подруг в телефонах, например, когда записано Женя, мужья говорят, что за Женя, кто такой. То есть, а есть у тебя знакомые Жене, мальчики? Конечно. Нормально все? Да. Не путают вас? Нет, на внешности это только. Это радует. Людмила пишет, учительницу звали Октябрина Евстратьевна. И очень сложно давалась математика им с этой учительницей. Потому что попросить... Внука моего назвали Доминик, то есть Божий заступник. Ну, Джокер? Ну, видимо, да. То есть, кто? Божий заступник. О! Ей знакомый из Украины с фамилией Могила. Самое главное, они гордятся этим. Вот, смотрите, точно. Олеся пишет, что ходит с дочкой с ее на гимнастику. Девочка, ее зовут Лилия, фамилия Белая. И когда на соревнованиях ее объявляют, то получается Белая Лилия. Классно. Очень красиво. У меня лучшая подруга, когда дочку родила, хоть был бы момент назвать ее Майя. Майя. Да, но у меня подруга провела очень странную аналогию. Сказала, мою дочь не будут звать трусами. Трусы? Да, мы долго удивлялись. А потом пошла майка, футболка. Ну, то есть майка, футболка, футболка, трусы как комплект. Она быстро это увязала все в одно. Сказала, что дочь трусами звать не будут, назвали Марина. Мою дочку крестную зовут Марина. Это очень сложно и непросто. Слушайте, нам не удалось вас сегодня как-то спровоцировать. И всем имена их и фамилии нравятся. Абсолютно всем. Никто не говорит, что мне не нравится мое имя. Та же фамилия могла гордяться. Я очень люблю свое имя и фамилию, пишет нам Анна Ливанова. Ну, в принципе, да. Когда я была совсем ребенком, то носила фамилию отца Черняева, с которым мы не жили. Всегда просила маму переписать меня на ее фамилию. В итоге, в 12 лет, перейдя в новую школу, я обрела новую, достаточно редкую фамилию Ливанова. А выйдя замуж, я осталась на своей любимой фамилии. Мало того, еще и доченьку записала как Ливанова. И у бывшего мужа такая стрёмная фамилия Овсиенко. До сих пор его все зовут Овсянкой. Еще один мой приятель бредил жениться на мне и взять мою фамилию. Его фамилия Фищук. В общем, все хотят быть Ливановыми вокруг Анны Ливановой. Понимаете, да? Моя знакомая была Иванова. Первый раз, Антон, внимание, тут надо прям вслушаться. Значит, она была Иванова. Первый раз, когда вышла замуж, она стала Иванкова. А второй раз Иванникова. С мягким знаком. Не уйти вам с этого пути. За одну букву менять все документы. Из-за одной буковки. Да, из-за одной буковки. Ну, а что, ей ее иногда путают в документах и тоже приходится людям не сладко. Через пару минут мы будем уже подводить итоги нашей программы на сегодня. Будем дарить подарки вам, всем активным. Не знаю даже, как мы будем выбирать, потому что сегодня огромное количество сообщений к нам пришло. Спасибо вам за это большое. Две минуты, и мы снова здесь. Родинки и другие новообразования на коже легко травмируются и могут стать причиной рака. Зачем жить в страхе? Ведь онкологии боится каждый. В данном медицинском центре уже на первом приеме дерматолога и онколога будет поставлен точный диагноз. Предложено сразу провести лечение. Удаление возможно по показаниям. Используется лазер или радиоволновая хирургия. Без боли, без оставления рубцов. Зачем откладывать, бояться. Нет болезней, нет страха. Наиболее лучшее время удаления образования – это осень и зима. То есть, когда нет активного солнца. Если мы убираем элементы в летнее время, то на месте удаления элемента может появиться гиперпигментация. Не нужно затягивать и с лечением заболеваний мужской половой сферы, говорит уролог Денис Абросов. Но мужчина, уверенный в себе, это тот, кто правит миром в любом возрасте. Современные методы диагностики и лечения, в основе которых израильские препараты, контроль тестостерона и ПСА позволяют избавиться от недуга, а жизнь мужчины сделать более насыщенной. Если при первых признаках обратиться именно к врачу и диагностировать это заболевание, то есть не искать возможности лечения в интернете, у друзей, по советам, народные методы лечения, а провести нужную, правильную профилактику в специализированных учреждениях, клиниках, то мы вылечим его, а не дадим развитию хронического простатита. Еще одна деликатная тема – геморрой. Легирование заключается в этапном наложении колец. Не одномоментно накладываются кольца, а этапно. Человек имеет в результате этого минимальный дискомфорт, и его, как говорят, с рабочего седла не вышибает. Медицинский центр «Онлайн-клиник». Теперь два адреса в центре на Карломаркса 8А и в Зеленой Роще на Ульяновском 18Б. Вам понравится быть здоровым? Звоните 212-88-12. Партнер программы «Новое утро» – сеть салонов «Оптика» Давыдов. Успей обновить свой образ с выгодой. Я еще одно сообщение быстренько прочитаю. Так вопрос о том, когда позволяют старшим давать имена. Доброе утро. К своему имени отношусь нормально по сравнению с тем, что в детстве, когда я родилась, право выбора имени дали моей сестре. Ну, тоже старшей. Тогда ей было 7 лет, так вот она выбирала имя. Сейчас, секундочку. Там, в общем, перебрала сестра все имена из Санта-Барбары. И Келли, и Кейт, и Иден, и многие другие. Слава богу, выбрали простое Ольга. Ну, вот опасно в этом смысле, наверное, отдавать право выбора имени старшему ребенку, если этому ребенку совсем еще немного лет. Представьте, Ольга, если бы вы были Келли. Такой дет тоже красиво. Да, пишет нам Антон. Мне нравится мое имя Антон. В моем классе вы со мной учились еще три. Кроме меня и все адекватные, хорошие собеседники, готовы прийти на помощь. Привет всем Антонам в студии от тезки. И тебе привет, Антон, тоже. Привет. Да, будем подводить итоги или нет еще? Или рановато? Или есть еще чем удивить? Посмотрим еще сообщение. Подводим, говорят режиссеры нам. Подводим. Давай подводим итоги. И тогда я сразу хочу сертификат на сумму 500 рублей краб-креветка отдать. Вот так сразу? Да, вот так сразу, прям сходу, потому что я уже выбрала это сообщение. И мне очень понравилась история про Егора, который, если назвать ребенка Егором, будет чернокожий и кудрявый, поэтому назвали просто Алексеем. Мы дали вам вот такой сертификат на сумму 500 рублей, и там идет акция, я напоминаю, закажи три ролла, заплати за два. Количество роллов не ограничено, все подробности по телефону 218-09-18, но акция продлится до 28 февраля 2015 года. Да, вот так Алексею помогло его имя насытиться суши. Ну и два билета в кино в руках у меня в квадрофильм отправляется Джульетта Егикян. Она говорит, что ее зовут Джульетта, и постоянно выслушивают, а где Ромео вот это вот? Джульетта, где Ромео? Иногда переспрашивают и не верят, что зовут именно Джульетта. Ну, спасибо вам большое за сегодняшний эфир, который вы вместе с нами провели. Завтра еще одна интересная тема. Завтра поговорим на тему, в какие клубы вы ходите. Пишите нам, рассказывайте, где вам нравится. Да, возможно, не ходите вообще, может быть, что-то изменилось с тех времен, когда вы туда ходили. Нас зовут по-прежнему Евгения Гавридов и Антон Моцкут. Пока, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok